26 ноября состоялось открытие 11-х районных рождественских чтений «Благословенный выбор святого Владимира Крестителя Руси». На мероприятии побывала и наша съемочная группа. По всей Московской области проводятся рождественские чтения, основной задачей которых является просветительская деятельность. Сама суть проведения наших встреч, она, в основном, сводится к повышению хомотруктурного уровня людей и, в первую очередь, к подрастающему поколению наших с вами детей. Знаю, что в ходе проведения всех мероприятий запланированы будет много интересных встреч, поездок, круглых столов, дискуссий, выставок. Это очень важно, безусловно, интересно. Совместная работа образования и благочения многогранна. В Ленинском районе проводится целый комплекс совместных мероприятий, в том числе и рождественские чтения. По словам Дмитрия Волкова, сейчас ведется большая работа по просветительской деятельности в образовательных учреждениях нашего района. Сегодня в школе ребята изучают предметы культурологического цикла, основы православной культуры, духовное краевидение Подмосковья и количество школьников с каждым годом становится больше и больше изучающих данные предметы. Грядущий год — год литературы. Древнерусская литература недостаточно глубоко освоена школьной программой, говорил на встрече протоиерей Михаил Егоров. Сегодня принято считать, что классическая литература — это от Пушкина и до начала XX века. Кроме того, в минувшем столетии было принято говорить о советской классической литературе. И всё. В результате создаётся такое впечатление, что наши письменности от силы два с половиной века. По словам Надежды Дёмкиной, такого рода мероприятия помогают победить негатив, навалившийся после развала советского государства. Конечно, в образовании очень много сегодня проводится разных мероприятий в рамках вот этих рождественских чтений. Но важно то, каким образом подошли к этому вот служители церкви. Ненавязчиво, тонко, грамотно, сильно не нагнетая обстановку, не напрягая. И сегодня мы понимаем, что да, что-то может быть осталось от того советского прошлого, от того атеизма. Но в основном сегодня люди верят, верят в Бога. А если верят в Бога, верят в добро. В ходе встречи представители образовательных учреждений нашего района поделились опытом работы в религиозно-просветительской области. В комбинированном саду номер 13 проводятся факультативные занятия, встречи со священниками. А в школе номер 9 проводится конкурс духовного краеведения Подмосковья, а также уроки основы православной культуры. Центр досуга «Импульс» в этом году стал лауреатом конкурса «Наша Подмосковья». Их проект «Ступеньки к храму» включает в себя работу по духовно-нравственному воспитанию. Главная идея проекта – это введение ребенка в мир искусства и системы теоретических и практических знаний о народной культуре и основе православия. Цель этого проекта – создание в индустрии условий для духовно-нравственного воспитания и формирования национальной идентичности. Рождественские встречи – цикл работ, который продлится до конца года. Круглые столы, семинары, выставки, конкурсы. Всего 36 мероприятий пройдут в ближайшие недели. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.